всем привет сегодня у меня на обзоре будет телефон от производителя hot wave модель w10 приходит он вот в такой классической довольно приятной коробке внутри нас сразу же встречает сам телефон но к нему вернемся чуть позже пока давайте заценим то что другого положил производитель итак тут у нас есть обычный кабель 1 от g или же переходник инструкция по эксплуатации скрепочка для симки но и зарядный блок мощностью 18 ватт пожалуй не хватает лишь защитного силиконового чехла однако общей прочности гаджета он вряд ли понадобится с телефона как всегда приятно сдирать вот эту пленку ставьте лайк если у вас также по дизайну телефон сразу приковывает свое внимание особенно мне понравилась задняя часть она сочетает себе оригинальное оформление двойной камеры с дактилоскопическим датчиком и интересной текстурой ну а сейчас когда мы уже отлепили вот эту штуку давайте перейдем в следующей части нашего обзора собственно общий набор вы видите перед собой все необходимые провода инструкция и телефон ничего лишнего в наборе не приходит разве что хотелось бы иметь там какие-нибудь наушники но это в наше время уже что-то из разряда невероятного кстати напишите в комментариях когда вы последний раз видели наушники в новом телефоне и напишите модель мне будет интересно узнать ну а я пока перейду к самому телефону спереди у него заметные прорезиненные края они не только добавляют стиля как может многим показаться но и сильно защищают телефон от случайного падения также не слегка выпирают что обезопасить телефон и от падения экрана вниз включается он быстро чуть ли не по одному клику но внутрянки телефона его программе мы поговорим чуть позже к остановимся на визуальной составляющей на его корпусе и камере фронтальная камера имеет 5 мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой 2 и 4 разблокировать смартфон можно как с помощью фронтальной камеры так и приложив палец сканеру на задней панели слева у телефона ничего кроме как места под сим-карту нет сверху слот под наушники а справа у нас сразу вот тут есть кнопка включения она рифленая приятная на ощупь слегка плотная но я думаю к этому можно привыкнуть а также выше нее текстурированные регуляторы громкости снизу же установлен держатель для ремешков а также динамик ну и слот под кабель само собой тоже еще сзади невозможно не заметить вот эту топовую камеру она тут сразу двойная есть вспышка и еще сканер отпечатка пальцев целом телефон довольно таки увесистый в руке лежит надежно но из-за вот этой толщины он вряд ли подойдет ребенку или хрупкой девушки как-никак вес у него ощущается передняя поверхность уже менее интересной за широких рамок дисплея спорным моментом будет и толщина аппарата и его вес защита от влаги и пыли негативно повлияла на габариты и поэтому моноблок весом в 470 граммов будет сохранять хоть какую-либо экономику лишь в крупной мужской ладони с другой стороны порой именно такую брутальность пользователи и требуют от недорогого ip68 смартфона дисплей телефона имеет 653 дюймовую диагональ при разрешении в 1600 на 720 пикселей что свидетельствует о средней ли ценовой категории четкости изображения повышенной герцовки также нет однако картинка старается искупить данный факт неплохим уровнем яркости и контрастности изображение выцветает при прямых лучах солнца но остается видимым ну а теперь давайте посмотрим на телефон через мою любимую программу аида если мы зайдем в систему можно увидеть какой у телефона производитель модель w10 и бренд hotwave процессор mtk6761 4 гигабайта озу видим сколько памяти свободно и сколько доступно дальше внутреннее хранилище также можно посмотреть сколько свободно и сколько доступно для использования так дальше перейдем во вкладку центральный процессор видимо называется helio a22 архитектура ядра частота 12 нанометров этих процесс 64 бита видим что у телефона 4 ядра а также видим с какой частотой каждый из них работает далее вкладка отображения здесь мы можем увидеть разрешение экрана который уже назвал диагональ плотность пикселей и все все остальное теперь можно перейти во вкладку батарея и посмотреть тут ее уровень а также статус емкость батареи у этого телефона 15000 миллиампер во вкладке android можно увидеть что модель работает на 12 версии андроида еще тут много много разной вероятно полезной информации поэтому кому интересно можно запаузить ролик и глянуть что вам нужно самим но во вкладке устройства вы можете увидеть какие камеры установлены на телефон какое у них разрешение какие функции поддерживают и так далее то же самое относится и передней камере опять же кому интересно остановить видео и посмотрите сами что вас интересует ну а мы пока перейдем быстренько во вкладку с температурой как можно заметить телефон а точнее его батарея в данный момент загружена на почти 35 градусов по цельсию давайте не будем ей мешать и прыгнем к датчикам в принципе все их вы можете наблюдать сейчас на своем экране ну и пожалуй смотреть тут больше особо нечего все характеристики вы увидели по основным аспектам мы пробежались поэтому я предлагаю выйти из аида и зайти в игру которую я специально сюда установил для обзора давайте взглянем как телефон будет показывать себя в этом приложении тянет ли он подобные игры так Субтитры сделал DimaTorzok Думаю вы видели все сами, во время гонок телефон не тормозил, в руке у меня он не грелся, все было плавно и приятно. Безусловно это не самый гладкий геймплей о котором можно мечтать, но для телефона его более чем достаточно. В целом девайс мне понравился, у него нет ничего лишнего, смотрится он круто, брутально, держит зарядку целых 20 часов активного использования, неплохо показывает себя в играх, в общем хороший достойный вариант. Единственный динамик не позволит пропустить важный звонок, да слушать музыку на таком не очень приятно, но для видосов на ютубе пойдет. Что касается связи, то установленный микрофон достоверно передает голос пользователя, претензий со стороны абонентов на другой стороне провода не наблюдалось. Смартфон поддерживает 4G LTE. По итогу мы получили невероятно автономный и прочный девайс по невысокой цене, способный на равных бороться за лучший IP68 смартфон низко-средней ценовой категории. Пожалуй лишь избыточные габариты и вес девайса могут отпугнуть потенциального покупателя от покупки, однако без подобных недочетов столь емкая батарея и влагозащита были бы просто невозможными. Такое вот у меня мнение по этому телефону, если обзор вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео, пока-пока.